Уважаемые главы государств и правительств, уважаемые министры, главы делегаций, Ваше Превосходительство, господин Генеральный Секретарь, уважаемые гости, дамы и господа, мне особо приятно горячо приветствовать вас на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи. При этом хотел бы помнить о большом пути до этой точки во времени, пути, который начался примерно 60 лет тому назад в моей стране, Антигуа и Барбузи, в Карибском бассейне. Там в семье с семью детьми, с родителями, у которых не было возможности окончить среднюю школу, и которые не могли помогать детям делать домашнюю работу. Ребенку, дедушка которого подписывался крестом, а мать дочь рабов на Буратском острове Барбадосе, вот этот ребенок смог пойти в университет и использовать все имеющиеся возможности, где бы они ни были, для того, чтобы добиваться радикальных перемен. И я являюсь ребенком таких родителей. И вот как у меня была возможность напомнить, лишь вчера на церемонии открытия постоянного мемориала в памяти жертвам трансатлантической торговли рабами, Мое родословное древо начинается сотни лет тому назад, когда творили чудовищные злодеяния к ближнему, когда это было примером каждодневного поведения. И в то время, как моя недавняя история была историей выдающихся возможностей и решения сложнейших задач, это не было таким путешествием. Здесь я выступаю, испытывая чувство друговейного трепета, выступая перед ассамблеей государств на такой встрече, которая является уникальным представлением наших коллективных мыслей и наших коллективных действий. Ваше превосходительство. Мы представляем государства большие и малые. Некоторые из них не имеют выхода к морю, другие окружены, некоторые процветают, другие добиваются своих задач в сфере развития. Однако же мы живем в таком мире, где постоянные перемены являются нормой. И тот факт, что наша сессия проходит в таких условиях, в такое время в истории, когда ваша собственная организация сама претерпевает перемены, я не имею в виду только перемены в плане зданий и сооружений, но и в плане перемена по линии задач ООН, которые должны выходить на стратегию выполнения глобальных задач по развитию после 2015 года. Дамы и господа, это ежегодное совещание руководителей и видных деятелей различных и стран, это не еще одна сентябрьская традиция. Скорее, это задача более широкой и глубокой цели, а именно того, чтобы мы вновь завели о своей приверженности благородным идеалом, который стоит в центре работы нашей организации. Сейчас, когда мы встречаемся здесь, а первые два моих сына сейчас находятся у зала, в более скромном зале. И сейчас мы видим, как в газетах постоянно пишут, что в войнах, либо ведущихся, либо тех, о которых говорят, что они вот как разразятся, это гражданские и религиозные столкновения внутри государства, нищета, недоедание, насилие по гендерному признаку, негативные последствия изменения климта, трапта, ценнейшего биомногообразия и стремления мужчин, женщин и детей всеми силами жить в условиях достоинства человеческой личности. И в мире сейчас есть четкое понимание, что бесствие химической войны было развязано в Сирии. И сейчас, как сообщество государств, мы обязаны выполнить задачу по устранению этого зла. На фоне этого собрались мы на ассамблее в таких обстоятельствах, когда многие задаются вопросом о том, насколько видение наших отцов и матерей, основателей так, как это сформулировано вот с нами, достижимо. И насколько эта задача реалистична. Конечно же, в этом нашем мире мы видим, как поднимают голову этнический и религиозный экстремизм, как усиливаются гендерные неравенства, как усугубляются напряженные отношения в сфере политики, как усиливаются социально-экономические неравенства, погибают при рождении детей женщины. Девочки выходят замуж до 10 лет возраста, и молодежь даже не мечтает о будущем. Они прекрасно знают о том, что его у них не будет. И сейчас мы все равно собрались здесь, несмотря на все те негативные факторы, которые стоят решительно действовать против нас для того, чтобы добиться торжества человеческих идеалов, для того, чтобы многосторонние отношения выстраивались в интересах всех. И эффективные межсторонние отношения требуют решительности, требуют приверженного отношения к переговорам, к сотрудничеству, особенно для того, чтобы мир двигался в направлении общего единодушия, консенсуса, который был бы широким и прочным. Это также требует очень откровенной и очень серьезной работы по анализу работы нашей Генеральной Ассамблеи, чтобы своими усилиями по реформе и активизации работы организации мы бы придали ей новый импульс. Я, как инженер, могу вам сказать о том, что сейчас, когда мы начали двигаться в направлении места назначения, дорога, это долгое, и наш автомобиль сейчас находится в таких условиях, что его двигатель работает довольно плохо и не обеспечивает необходимую скорость движения к месту нахождения. Мы думаем о дорожной карте, о планах, о направлении того, как выстраивать консенсус, как его подправить. Но мы, как руководители, как водители этой автомашины, на самом деле находимся на стоянке, вдали от окончательного места назначения и обсуждаем о том вопрос, как нам починить мотор от имени своих пассажиров, граждан всей планеты, которые не имеют ни власти, ни голоса. Многие из них умирают от голода и жажды, не имеют доступа ни к продовольствию, ни к чистой питьевой воде. Вопрос, который стоит перед вами сейчас, весьма прост. Сможем ли мы действовать совместно, сделать так, чтобы мы смогли отремонтировать свою автомашину, чтобы мы двинулись вперед по своему пути эффективных, реальных и значимых перемен. Уважаемые руководители, я должен признаться, что сейчас, как председатель Ассамблеи, я сталкиваюсь с великим парадоксом. Человек, который занимает эту должность, сталкивается с многочисленными призывами, связанными с весьма актуальными вопросами по мандату ООН. Такой человек должен проявлять бесконечное терпение, он не должен расстраиваться из-за циничного отношения других. Он должен демонстрировать однозначную приверженность принципам и целям организации. верить в них, он должен добиваться того, чтобы преодолевать препятствия, должен акцентировать внимание на беспреспрессное отношение ко всем, не должен проявлять тени февритиизма и должен однозначно подвигать и одну, и другую, а то и обе стороны к общему благу для всех. Тем не менее, парадоксальная ситуация заключается в том, что председатель Генеральной Ассамблеи не имеет никаких полномочий для того, чтобы заставить государство, члены действовать по конкретному курсу. Он не просто должен быть нейтральным, к нему должны подлинно так относиться к тому, чтобы такой человек внушал к себе доверие, он должен лишь отразжать в своих выступлениях ситуацию и призывать государство, действовать так, чтобы надвижающее международное сотрудничество обеспечивалось в освете высши сложного. Я сразу же хотел бы обратиться, уважаемые государства, члены к вам с призывом, чтобы вы признали такие ограничения в работе председателя и любезно отнеслись бы к нему, работали бы эффективно в направлении решения задач в нашей общей повестке. Нам, наши предки, завещали, чтобы в такой ситуации, когда ситуация исключительно трудна, мы представляем собой не то, что представляют собой наши недостатки и наши слабости, а именно то, что позволяет нам их преодолеть. И когда выступал здесь в июне с президиумом от имени малых странных государств, я говорил о том, что не человек, не страна, это не остров. И сейчас мы действительно должны полагаться друг на друга для того, чтобы добиться успехов по этому общему пути. Вследствие этого, каждый раз, когда мы видим разрыв между тем, что написано в уставе, и тем, что представляет окружающая нас реальность, нам следует в первую очередь наводить мосты в отношениях друг с другом. Нам нужно начать с обсуждения между собой именно того отношения, с которым мы приходим сюда, на этот великий форум. И давайте помнить о том, что ни одно государство не может обойти принципы устава, не причиняя серьезного вреда самой ткани нашей общей организации, будучи вашим председателем, готов давать здравомыслящие советы и направлять вас в ту сторону, в которой я вижу равновесие интересов во всем мировом сообществе. Но именно вы, государство-члены, должны заниматься тяжелой работой и добиваться выполнения задач, включенных в общую повестку дня, и по общей повестке хотел бы отметить, что недавно был ряд отрадных достижений, что свидетельствует о том, что мы можем добиться того, чтобы ООН работала именно как коллективная организация, построенная на принципах сотрудничества. Лишь менее чем пять месяцев тому назад, в апрель всего года, впервые в истории организации по линии работы в сфере обычных вооружений Генеральной Ассамблеи удалось добиться очень серьезного успеха. Был принят договор о торговле оружием по регулированию незрежного оборота с стрелковым оружием легкими вооружениями. Ожидается, что этот документ, который подписало 83 государства и 4-ти фиксировало, поможет существенно сократить смертоносные и опустошительные последствия распространения такого оружия. Я также хотел бы напомнить с огромнейшим удовлетворением о том, что в 2000 году Ассамблея приняла декларацию тысячелетия. После этого были приняты цели развития тысячелетий, по которым международное сообщество провозгласило доколикойдущие задачи в сфере развития. В недавнее время в рамках конференции Рио Плюс 20 мы исполнились решимости выстроить повестку развития мира после 2015 года. Определение задач в этой повестке после 2015 года, также критерий работы и долговременной результативности ООН. И я отобрал тему для 68-й сессии по вопросу о формировании основ повестки после 2015 года в сфере развития в этой рубрики. Для того, чтобы помочь государственным членам поработать с этой новой повесткой, я предусмотрел три мероприятия высокого уровня, три тематических обсуждения в ходе ночной сессии. Детали эти вам прекрасно известны. Вы об этом информированы. В рамках новой повестки по развитию, как предлагается акцент, будет поставлен на искоренение нищеты в качестве центральной, самой далеко идущей цели с упором на экономический рост, равноправие, социальный охват и экологическую устойчивость. Повестка по развитию после 2015 года, как предусматривается, будет самой далеко идущей, всеобъемлющей по линии развития. За всю историю нашей организации это будет охватывать все аспекты устойчивого развития государства, в полной мере будет переосмысленна концепция развития по сравнению с тем, как ее традиционно понимали. Она будет корениться в партнерстве, сотрудничестве, равноправии, как по линии социальных отношений, так и по линии отношений между поколениями. На основе мира, качественного правления, экономического роста, на основе экологической устойчивости. Ваши происходят. Сейчас, когда мы начинаем 68-ю сессию, нам неотложно необходимы ощутимые результаты и решения ассамблеи. С другой стороны, мы сталкиваемся с высоким уровнем пессимизма и циничного отношения, что, дескать, мы не будем на высоте стоящих перед нами задач, дисциплина, не сможем эффективно решать задачи, стоящие перед ассамблеей мира. Скажем критикам, что они ошибаются. Мы будем совместными силами добиваться торжества духа сотрудничества, будем добиваться того, чтобы мы отвечали высоте священного доверия, которое привело нас сюда, привело нас от имени своих избирателей, от имени тех, ради которых мы должны идти дальше, чем индивидуальные узкие интересы, руководствоваться намерением в интересах тех, ради кого мы пришли сюда. Не будем забывать о том, что, находясь здесь, на этой выдающейся встрече, есть миллионы, которые идут спать без энергоснабжения, они голодные, у них нет безопасности. Они пугаются с завтрашнего дня, не будем отвлекаться. И бояться пессимизма и полемики. Я в вашем лице вижу то, что это подтверждает вашу веру в принципы устава, в ценность международного сотрудничества в интересах общего блага. Не будем забывать о том, что принципиальная вера в то, что наши общие узлы сильнее и прочнее, чем нам, а те отличия, которые угрожают оттолкнуть нас друг от друга. Мы собрались здесь, представляя различные государства, а у каждого государства есть свои собственные преимущества, свои собственные проблемы и нужды, представляя различные регионы, культуры, вероисповедания. Все мы исходим из единой цели сделать так, чтобы ассамблея повела нас дальше по пути созидания такого мира, который замыслили основатели устава. Мира безопасности, мира миролюбивых отношений, мира справедливости, верховенства права, вложительного отношения к планете, толерантности, равноправия для всех, социального прогресса и веры в достоинство и ценность человеческой личности и признавая тот огромный путь, который мы проделали, признавая, что еще предстоит пройти такой же большой путь, давайте еще раз заявим о своей приверженности пути защиты планеты, обеспечения мира, процветания, достоинства для всех тех, кто населяет.